Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите телеканал Болемжени Мадиньет. И это утро. С вами начинают Азамат Ашимов и Анар Рзаева. На календаре среда, 14 января. Мы ровно в середине рабочей недели. А значит, надо найти в себе еще сил и энергии, чтобы закончить ее продуктивно. Источником хорошего настроения с утра для вас может стать программа Кайр Латан. Впереди вас ждут интересные сюжеты, свежие новости из мира науки и культуры, необычные открытия и много чего интересного. Мы начинаем. И сегодня в программе мы познакомимся с нашим соотечественником, лучшим молодым ученым Евразии. Расширим кругозор новостями науки, культуры и зарубежа. Узнаем историю еще одного шедевра искусств. Окунемся в глубокий и неизведанный мир книги. И встретимся в студии с выдающимся казахстанским шахматистом Евгением Владимировым. Все это в ближайшие полчаса. Не переключайтесь. А сейчас давайте вспомним имена людей, которые появились на свет 14 января и внесли вклад в развитие культуры и науки. Итак, в 1904 году родился Уралтан Сыгбаев, известный казахстанский живописец, народный художник СССР. В 20-30-е годы создал жанровые, пейзажные и портретные произведения. Портрет Ташкинбаева, Качеви, уголок старого города, декорации и эскизы костюмов к первому казахскому балету Василия Великанова «Калкаман» и «Мамыр». В 1827 году Петр Семенов-Теншанский, русский географ, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель, вице-председатель императорского русского географического общества и президент русского энтомологического общества. В 1851 году родился Людвиг Клайзен, немецкий химик-органик. Он предложил использовать для перегонки под вакуумом особую колбу, которая до сих пор широко применяется в лабораторной практике. 1936-й Алексей Леонтьев, российский психолог и лингвист, доктор психологических и филологических наук. Проблемами педагогики и педагогической психологии занимался с 1970-х годов. Автор множества научных и популярных статей по вопросам школьного и вузовского образования. В 1941 году на свет появилась Фэй Дануэй, американская актриса, лауреат премии «Оскар», одна из наиболее популярных американских киноактрис 1960-1970-х годов. Пик карьеры пришелся на ключевые роли в картинах «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Три для Кондора» и «Телесеть». Совсем недавно наш соотечественник Ерлан Дожанов стал победителем международного конкурса «Лучший молодой ученый Евразии». Он опередил более 100 номинантов из других стран СНГ. А вот с каким проектом он выступал и в чем его польза, мы узнаем из следующего сюжета. Казахстан – одна из ведущих стран, имеющих месторождение черного золота. И наши ученые постоянно разрабатывают новые методы, позволяющие снизить уровень загрязнения и воды, и земли от нефтяных пятен. Ерлану Дожжанову еще нет и 35, однако его имя уже хорошо известно в научных кругах, как в республике, так и за рубежом. Ученый работает сразу в нескольких направлениях – это экология, нефтехимия, биотехнология и микробиология. В частности, он разработал уникальный метод очистки почвы от нефтяных загрязнений с помощью микроорганизмов. Уникальность этого метода в том, что углеводороды, нефть и нефтепродукты отчисляются до конечной продукции. Мы применяем кислород, отчисляющий микроорганизмы. Биологический метод уничтожения углеводородных загрязнений успешно применяется и для очистки водоемов. Это значит, что реки и озера будут радовать глаз прозрачной водой, а не маслянистыми пятнами. Вредные вещества не станут отравлять жизнь обитателей подводного мира. Следовательно, восстановится и экологическое равновесие. Важно также, что такой подход, по словам Ерлана, позволяет не только очищать почву от нефтяных пятен, но и улучшать ее состав. Мы добавляем штамм рода псевдомонус. Он очищает почву до 73-90% загрязненности. То есть он окисляет углеводороды, выделяя промежуточные вещества. И до конечного продукта это выделяется от СО2 и H2O. Кроме достаточно малозатратного метода очистки почв и водоемов, Ерлан Дожанов разработал биохимический метод идентификации источников углеводородного загрязнения, позволяющий распознать и удалять нефтяные отходы непосредственно в почве. Свои изыскания он ведет совместно с сотрудниками лаборатории Института проблем горения под руководством профессора Зулхаира Мансурова. Не так давно Ерлан Дожанов стал победителем международного конкурса «Лучший молодой ученый Евразии». Сегодня студенты вузов, будущие экологи, биологи, химики и нефтяники изучают работы талантливого химика. Но самое главное, считает Ерлан, это то, что его разработки служат на благо людям. Земля в иллюминаторе видна. Специалисты нашли похожие на Землю экзопланеты. Об этом на днях сообщили ученые Гарвард Смитсоновского центра астрофизики. Это, в свою очередь, означает, что наша Солнечная система не так уж и уникальна. Скалистые экзопланеты, то есть те, что находятся за пределами нашей системы, имеют тот же состав, что и Земля. Речь идет о массе и плотности. Значит, в теории, где-то в галактике мы сможем найти свой второй дом. Как говорят ученые, для этого надо лишь сфокусироваться на поисках. Программу продолжит дайджест зарубежных новостей. Водители на трассе под Тель-Авивом в безмятежное воскресное утро ожидало большое потрясение. С невероятным изумлением они обнаружили, что к участникам дорожного движения примкнул страус. Птица, способная развивать скорость до 50 км в час, бодро бежала по шоссе. Но чуть было не спроецировала несколько ДТП, поскольку никак не сообщала о намерении перестроиться в другой ряд. Когда поток встал на красный свет, страус проявил себя злостным нарушителем. Он проигнорировал правила и чуть не попал под колеса. Птицу удалось отловить возле торгового центра. С большим трудом работники муниципальных служб сумели догнать страуса, связать ему ноги и доставить ветеринарам. Предполагается, что он сбежал с одной из частных ферм в центральной части страны. Британский писатель Сомерсет Моэм однажды сказал такую фразу. Творчество – особый вид деятельности. Оно в самом себе несет удовлетворение. Анар, что ты думаешь по этому поводу? Ну, знаешь, Азамат, я думаю, что великий прозаик был прав. Это наверняка огромное удовольствие творить и создавать шедевры, восхищаться которыми потом будут целые поколения. Я разделяю твое мнение, и сейчас у нас есть возможность прикоснуться к прекрасному благодаря Галие Нурахуновой. Время нашей традиционной рубрики – сокровища искусств. Доброе утро. Сегодня исторический роман не уступает в популярности ни детективу, ни фантастики, ни триллеру. В нашей стране было время, когда исторический роман затмил собой все другие литературные жанры. И ведущим писателем того периода был Морис Давыдович Симашко. Морис Давыдович Симашко – народный писатель Казахстана. Автор многочисленных произведений на темы среднеазиатской и российской истории, в частности, знаменитого романа «Маздак». Вообще Морис Давыдович всегда считал, что все, что происходит в нашем мире, берет свое начало в Евразии. Вот этот его интерес к этому слиянию двух великих культур – Востока и Запада – он находил именно на евразийском пространстве. И сам говорил, что судьба сама меня забросила на евразийские равнины, отсюда-то и начинается вся история человечества. Все творчество Мориса Симашко отличается непохожестью на ту или иную литературную традицию. Он брался за темы почти неизвестной широкому кругу читателей, обычно являющейся белым пятном в литературе и истории. Публикация романа «Маздак» в 70-е годы в Советском Союзе была довольно смелым шагом. Автор создал в нем прозрачную и горькую притчу о судьбе и жизненном цикле революции. Мне жаль, что сейчас немногие прочитают эту книгу, потому что прочесть ее нужно, особенно кто занимается историей Востока, для того, чтобы понять людей Востока. Вот это знаменитое восточное «да» может оказаться «нет» и «нет» может оказаться «да». Вот этот вот роман, он в себе несет, он притча в свое время определенная, хотя это очень сложный роман. Эта книга и этот автор достойны совершенно отдельных страниц, отдельной темы и отдельного глубокого рассказа именно для людей, которых интересен Восток, интересная история Востока. Не случайно многие сегодняшние философы и историки, которые занимаются Востоком, говорят, тот, кто хочет на самом деле понять Восток, желательно, чтобы он обратился к Симашке, к его романам и повестям. Действие романа Маздак, увидевшего свет в 1968 году, происходит в период царствования Сассанидов, это 3-7 века н.э. в многоплеменном государстве Иран. Революционное движение возглавляет жрец, огнепоклонник Маздак, который призывал отказаться от рабовладельческого строя. Однако, когда перед ликующей толпой освобожденных появляется на белом слоне сам жрец, когда он снимает маску со своего лица, то выясняется, что жрецом является вовсе не Маздак, а убийца и глава бандитов. Он захватил власть в свои руки и вместе со своими сообщниками пресек движение истинного лидера. Итак, в романе «Маздак» Мариса Симашко мы наблюдаем образы трех исторических личностей. С одной стороны, это сам Маздак, один из величайших жрецов Востока. Далее, царь Кават, глава династии сословия Сассанидов, правивших несколько веков и, кстати, пробывший у власти около 40 лет. И еще одно реальное лицо – это Авраам, тот самый, который составил далее свод песен, сказаний, легенд о древней Персии. А далее они были положены в основу известной книги Фердауси под названием «Шах наме» или «Книга царей». Судьба романа Мориса Симашко «Маздак» сложилась удачно. Последовали хвалебные отзывы сначала зарубежных, а потом и отечественных критиков, издания и переиздания романа многотысячным тиражом. И сегодня этот роман считается одним из величайших достижений отечественной исторической литературы. С вами была рубрика «Сокровища искусств». Хорошего дня! Галия, спасибо, а мы продолжаем эфир. И совсем скоро к нам в студии присоединится наш утренний гость. Это известный казахстанский шахматист, гроссмейстер Евгений Владимиров. Доброе утро, дорогие друзья! Это программа «Хайрлэтан». На календаре среда, 14 января. Самое время представить вам нашего гостя. Это Евгений Юрьевич Владимиров. Известный казахстанский шахматист, гроссмейстер, сеньор-тренер Фиде и преподаватель. Давайте поговорим о вас. Вы самый узнаваемый шахматист Казахстана. Гуру отечественного шахматного цеха. А когда у вас проявился интерес к этому? Интерес к игре проявился с детства, можно сказать. И шахматы стали моей профессией в довольно раннем возрасте. Наверное, где-то приблизительно, когда мне было лет 20, я уже мог себя именовать шахматным профессионалом до той или иной степени. В разное время вы стояли у руля олимпийских сборных Казахстана, Испании, Индии. Вопрос такой вообще. Влияет ли как-то манера, тактика игры? То есть, зависит ли манера и тактика игры от географического положения страны? Ну, в общем-то, есть такие идеи даже и среди профессиональных шахматистов. Люди разные, но общие направления, безусловно, такие и есть. Наверное, каким-то образом можно провести параллели между национальным характером, который в значительной степени зависит от географической широты и той манеры, которую человек демонстрирует в шахматной партии. Вообще, у меня давно уже идея появилась, которую я постоянно высказываю, что как человек играет в шахматы, таков он и есть на самом деле. То есть, отражение характера на шахматной доске происходит полностью. Допустим, если человек склонен к авантюрам, то обязательно в его партии это будет видно. Если он, наоборот, гиперосторожен, то он будет играть соответственно. Ну и, наверное, какие-то национальные черты народов тоже присущи. Евгений Юрьевич, расскажите про престижный титул сеньор-тренер Фидея, который вы получили в 2005 году за заслуги в тренерской деятельности. Титул сеньор-тренер, который я получил в 2004 году, присваивается за, как гласят документы Фидея, выдающиеся тренерские достижения. Этот титул носит сейчас в мире от 150 до 200 человек. Точную цифру я не могу вам сказать. То есть, в общем-то, это довольно почетное звание, можно сказать, и повод надувать щеки. У вас есть какой-то свой способ концентрации, допустим, чтобы вы могли посоветовать молодым шахматистам? Как вот им надо настраиваться на шахматную партию? Ну, вообще, конечно, сосредоточиться на том, что делаешь в настоящий момент, это ключ к успеху. Но способ концентрации, я думаю, универсального способа нет. У каждого он индивидуальный. Существуют определенные наработки, и методы разные есть. Кстати, методы очень сильно зависят, опять же, от географической широты. Например, мои индийские ученики широко практиковали йогу, которая позволяет успокоиться и полностью сосредоточиться на текущей активности. Кто-то практикует аутотренинг, кто-то еще какие-то свои наработки имеет. В общем, мы знаем что, но не знаем как. А наши казахстанские, как вот они готовились, как они концентрировались? У каждого свой секрет, и я не уверен, что вправе их выдавать. Окей, оставим тогда это в секрете. Евгений Юрьевич, сейчас сделаем небольшую паузу, потому обязательно продолжим нашу беседу. А сейчас, дорогие друзья, давайте посмотрим интересный сюжет о книге. Мы вернемся через пару минут, не переключайтесь. Музыкальный мир Казахстана, несомненно, ярок и разнообразен. И впервые эту грань творческой жизни диаспор, населяющих нашу страну, полноценно изучили в Институте литературы и искусства имени Мухтара Мархановича Ауэзова. Здесь увидела свет коллективная монография «Музыкальное искусство народа Казахстана». Авторы статей, ученые-музыковеды не ограничили свой научный интерес лишь записью и изучением музыкального искусства конкретного народа. Они включили их музыкальное творчество в культурный и исторический контекст страны. Основным стержнем данной монографии предстает проблема сохранения и пропаганды полифункционального многожанрового искусства диаспор Казахстана. Работа над книгой шла три года. Сотрудники института побывали в регионах компактного проживания русских и дунган, корейцев, нагайцев и каракалпаков. На этих страницах отражены особенности уйгурского, турецкого и азербайджанского музыкального искусства. Попав в эпицентр научного интереса, представители народов ярко и убедительно продемонстрировали самобытность своих культур. И очень важен постоянно присутствующий в этой монографии акцент на процессы взаимодействия и взаимовлияния музыкальной культуры, изучаемых этносов. Главная ценность данного издания заключается в том, что эта монография была выполнена впервые в казахстанском языкознании и она непосредственно послужит диалогом между народами. В ней заключены основные постулаты, объединяющие народы Казахстана. Это единство, братство и толерантность. Данная книга вышла в рамках проекта «Литература, фольклор и искусство Казахстана» в сотрудничестве с Ассамблеей народа Казахстана и в тесном взаимодействии с культурными центрами. Это вполне своевременно, если учесть, что 2015 объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана. Авторы убедительно доказывают, что способность одной нации осваивать достижения другой, стремление щедро делиться своими духовными ценностями, есть важнейший критерий жизненности национальных культур. Сейчас мы взялись совместно «Казах-энциклопедия СО» и все институты гуманитарные. Это будет «Энциклопедия народа Казахстана». Я так думаю, что это в духе времени и имеет очень большую смысловую, содержательную и, я так думаю, политическую ценность. Как говорил Чернышевский, что литература должна отражать мир, действительность. Я так думаю, все эти наши книги будут служить как раз отражением нашей действительности. И снова доброе утро, друзья. Это программа «Кайрлэтан». А в гостях у нас Евгений Юрьевич Владимиров, выдающийся казахстанский шахматист, горсмейстер, сеньор-тренер Фиде, преподаватель, лучший тренер 2013 года по версии Азиатской Федерации шахмат. Евгений Юрьевич, давайте теперь поговорим о вашей преподавательской деятельности. То есть, насколько мы понимаем, шахматы – это очень полезный вид спорта, в том плане, что развивает абстрактное, логическое мышление. Какие еще полезные свойства есть, качества? То есть, это прям такой целый букет хороших сопутствующих моментов. Да, это букет, в котором очень много цветков. Дело в том, что способы воздействия, пути воздействия шахматно-интеллектуальной деятельности уже довольно давно и широко изучаются в мире. Были проведены многочисленные эксперименты. Эксперименты носят приблизительно такой характер. Берут в школе или в колледже, или даже один из экспериментов такого типа проводился в Гарвардском университете. Берут две контрольные группы. Контрольные группы учащихся приблизительно одного возраста. У них одна и та же программа. Они должны происходить приблизительно из одних и тех же социальных кругов, чтобы стартовая площадка была одинаковая. И вот при одинаковой программе у первой контрольной группы в интеллектуальной активности шахматы, а другой какая-то другая разновидность. Потому что разные были такие вещи. И по прошествии определенного времени проводятся либо тесты, либо просто отслеживается общая школьная успеваемость. Эксперименты были разные. Они проводились с разными возрастами в разных по численности группах в разных странах. Но дали приблизительно один и тот же результат. Шахматисты побеждают. В цифрах это приблизительно так. Американский опыт показал, что шахматная группа справилась с тестами точных цифр не помню, приблизительно на 17% лучше, чем было до курса обучения. А не шахматисты, которые занимались какой-то другой активностью, тоже показали лучший результат, но всего лишь на 4%. Приблизительно одинаковые результаты были достигнуты, сопоставимые результаты были достигнуты и в разных странах. Ну, если говорить в терминах привычной нам пятибалльной школьной системы, то приблизительно у шахматистов результат улучшается приблизительно на полбалла. То есть бывшие троечники уже натягивают до 4 с минусом и так далее. Это довольно серьезные результаты. Эти эксперименты проводятся почти 50 лет. И от них отмахнуться так невозможно. Поэтому во многих странах появилась идея о том, что шахматы надо бы включить в программу, по крайней мере, начальной школы. И на экспериментальной основе, а кое-где, кое-в каких странах, и на постоянной основе действительно это проводится. Одна трудность возникла. Нет специалистов. Не хватает кадров, получается. Мы говорим о том, что результаты экспериментов были приблизительно одинаковыми. Почему? Потом пытались это объяснить с научной точки зрения. И объяснили. Дело в том, что приблизительно в возрасте около 12 лет у ребенка формируется так называемая, ну, в разных психологических школах по-разному это называется, вторая сигнальная система, которая отвечает за абстрактное мышление. Левая полушария мозга, да? Да. И чем она быстрее сформируется, тем человек быстрее воспринимает и впитывает в себя все премудрости мира. Почему, например, ребенку трудно перейти дорогу? Почему взрослым намного проще? Потому что взрослый понимает, как далеко находится машина, как быстро она может приблизиться, какие, возможно, непредвиденные опасности. Ну, это примитивный пример. А есть примеры очень сложные, в которых тоже подобное мышление чрезвычайно важно. И вот шахматы действительно способствуют тому, что намного раньше ребенок приобрел. Я и по своему опыту могу сказать. Когда я имел дело с юными шахматистами, именно вот зачатки абстрактного мышления начинаются намного раньше, в 10 и в 11 лет. То есть намного раньше среднестатистической цифры 12. Евгений Юрьевич, в последние лет 10 гроссмейстеры мирового уровня, шахматисты, значит, играли не только между собой, но играли против компьютера. И были такие системы компьютерные, как Deep Blue, Deep Fritz, и, по-моему, Каспаров против них играл. Евгений Юрьевич тоже играл против компьютера. Да, и вы тоже играли. Без большого успеха. Без большого. Как вообще вы к этому относитесь? Вы знаете, я к этому отношусь, ну, как и все, наверное, наблюдаю за тем, как компьютер постепенно побеждает человека. Дело в том, что первые шахматные программы появились очень давно. Первые шахматные программы моложе первых компьютеров всего лишь на несколько лет. Потому что шахматы считались для специалистов в области компьютерной техники прекрасным инструментом, оселком, на котором именно развитие компьютера можно было бы совершенствовать. Поэтому самые первые шахматные программы появились еще в 50-х годах 20-го века. Но вот появившись долгое время, шахматные программы были очень и очень слабыми. Практически до конца 80-х годов, в 30 лишним лет, программы играли очень и очень слабо. Скажем, первый чемпионат мира среди шахматных программ был проведен в 1974 году. И тогдашний чемпион мира, советская разработка, компьютерная программа КАИСа, по мнению специалистов и разработчиков, играла приблизительно в силу третьего разряда. То есть один из самых базовых разрядов. Ну и, в общем-то, программы были весьма и весьма слабыми долгое время. И риторический вопрос, а победит ли когда-нибудь машина человека в кругах специалистов, ничего кроме смеха это и не вызывало. Смех сменился гримасой за исторически короткий срок, потому что с развитием компьютерной техники и программы сами улучшились. Уже в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-е годы компьютерные программы резко прибавили. Ну а в нулевых годах, в начале нашего тысячелетия, вопрос уже снят. Теперь уже вопрос этот не задается, победит ли когда-нибудь компьютер человека, потому что это уже произошло. Уже даже чемпионом мира играть с машинами практически невозможно. И многочисленные выставочные матчи подтвердили это мнение. Тем не менее, это не является препятствием для развития шахмат, шахматной игры, точно так же, как изобретение автомобиля не отменило соревнования по бегу. Евгений Юрьевич, спасибо вам большое. Напоследок, ваши утренние пожелания зрителям телеканала Болем Жанем Адзиния. Дорогие телезрители, не забывайте о том, что шахматы помогут вашим детям стать умнее. Отлично! Спасибо, Евгений Юрьевич, спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо вам. Дорогие друзья, напоминаем гостем программы Харлэтан. Сегодня был Евгений Юрьевич Владимиров, выдающийся казахстанский шахматист, гроссмейстер, сеньор-тренер Фиде, преподаватель и лучший тренер 2013 года по версии Азиатской Федерации Шахмат. А на этом все. Встретимся завтра в это же время. С вами были Анар Рзаева и Азамат Ашимов. Желаем вам хорошего настроения и отличного дня. С добрым утром, страна! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА